Татьяна Соловьева преподает английский язык в 20-й школе. В системе образования она уже больше 30 лет. Когда у нее попросили справку об отсутствии судимости, была просто поражена и скорблена таким отношением управления образованием. Опешили от этого, потому что я лично, отработав в школе 31 год, была ошарашена тем, что я должна доказывать, что я была несудима, что мне такое чувство, что недоверие какое-то. Преподаватель математики из той же школы Екатерина Богданова на прошлой неделе вместе с коллегами пыталась получить справку в первом отделе полиции. Там столкнулась с огромной очередью. Стояли в ней не бывшие преступники-рецидивисты, а коллеги-учителя. По словам Екатерины Владимировны, в актовом зале отделения собрались по меньшей мере 100 человек. И так как прием заявлений ведется всего два часа в день, стоять дальше в очереди не было смысла. Организации нет никакой. Может, сама идея и хороша, что да, в школе не должны работать люди, привлекаемые за какие-то преступления, но организовывать это нужно каким-то другим образом. В Управлении образования подтвердили по закону при устройстве на работу в школу нужно предоставить справку об отсутствии судимости по ряду статей, в частности в разделе о половой неприкосновенности. Ведь в России случай насилия над детьми явление достаточно частое. Специалисты отмечают, проверка в первую очередь необходима для того, чтобы защитить ребенка. Тем, кто уже работает в сфере образования, ведомство всего лишь рекомендует получить такую справку. Кстати, это касается не только учителей и воспитателей, но и других работников, которые так или иначе связаны с образовательным процессом. Это и слесари, и дворники. В целях избежания ажиотажных очередей в образовательное учреждение будет направлен график с определенными датами. Два-три учреждения в день в каждое отделение милиции. Руководитель образовательного учреждения имеет право сам представлять заявление, заполненное работником в отдел милиции, с приложением копии паспортов своих работников. В Череповце в системе образования трудится свыше 9 тысяч человек из 145 учреждений. И каждому из них нужно будет получить справку. Для этого необходимо лично обратиться с заявлением в отдел полиции. Затем, спустя месяц или полтора, получить его в управлении МВД на бульваре доменщиков. Поток у нас очень большой. В среднем от 100 до 240 человек обращаются. Работы от сотрудников немного. В связи с тем, что на сотрудников секретариата возложены и другие обязанности, увеличить прием граждан по времени мы просто физически не можем. По словам чиновников, срок, до которого нужно предоставить справку об отсутствии судимости, не определен. Поэтому можно не уходить с уроков, чтобы доказать свою невиновность. Уходить в fullness на 60-elev Jonas Jonak. Редактор субтитров М.Лосева Кор 못 puisque определённо другой RN. Работа субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова ГКС. Продолжение следует...